Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Поехали! Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Программу обучения в автошколах снова предложили изменить. Одно из главных новшеств заключается в заметном сокращении часов теории. Предполагается, что некоторые темы курсанты смогут осваивать самостоятельно под контролем преподавателя. Что касается практической части, то в нее собираются включить 8 новых упражнений. Цель – отработать навыки вождения, которые пригодятся в реальных городских условиях. Например, это заезд на парковку торгового центра, движение вперед и назад по узкому тоннелю, разворот в ограниченном пространстве. Трасса 101 Отобрать, конфисковать – как часто в последнее время эти слова можно слышать от властимущих. Совет Федерации предложил отбирать транспортные средства у тех, кто занимается пассажирскими перевозками без лицензии. Как правило, это легковые автомобили или микроавтобусы, которые используются в качестве такси. До кучи сенаторы хотят лишать извозчиков нелегалов водительских удостоверений. Трасса 101 Примерно каждый второй продающийся на вторичном рынке автомобиль попадал в ДТП. Об этом говорится в исследовании портала Автору. Чаще всего к данной процедуре прибегают перекупщики. Манипуляции с пробегом характерны в первую очередь для моделей массового сегмента – Hyundai, Skoda и Renault. Добавлю, в России уже давно на разных уровнях ведутся разговоры о том, чтобы за скручивание пробега ввести уголовную ответственность. Трасса 101 Появился список легковых автомобилей, которые за последние 10 лет подорожали больше всего. Лидером перечня оказалась Skoda Octavia. В 2012 году за нее просили минимум 560 тысяч рублей. Сейчас более полутора миллионов. Рост таким образом без малого в три раза. На втором месте оказался народный Logan. Плюс 116 процентов. Практически такой же результат показала Влада Гранта. Она на третьем месте. Двойную прибавку продемонстрировали практически все наиболее востребованные модели. Solaris, Rio, Sportage, Camry и так далее. Трасса 101 Компания Peugeot возможно будет продавать в России еще один автомобиль. Это хэтчбэк 208 последнего поколения, который уже давно пользуется большим спросом в Европе. В линейке двигателей есть, например, 75-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,2 и полуторалитровый турбо дизель мощностью 100 лошадей. Сейчас Peugeot официально реализует в нашей стране 5 моделей легковых авто. Минимальная стоимость самой доступной седана 408 – 1 миллион 300 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok